Сегодня будет 100 километров Казалось бы не так много, но это чистые дюны 100 километров поехать по дюнам это непростая задача Но я уверен, что мы с ней справимся Да, может нам не очень повезло на этой гонке Да, может мы все не делали, не совсем правильно Но вы знаете, мы многому научились, многое поняли Мы обязательно с вами об этом поговорим после финишной арки Мне много что есть вам сказать Сейчас ждем этот спецучасток И после него можно уже будет выдохнуть, расслабиться Потому что даже сейчас, зная, что уже никакого ждать нет смысла С крайней спецучастки я все равно переживаю, все равно нервничаю Пусть это и не самый длинный Дакар был Обычно он 14 дней, этот Дакар 11 дней Честно вам скажу, что такие трудности сравнимые у меня были с первым Дакаром Когда мне было очень тяжело В этом Дакаре нам было чуть не проще Мы многое прошли и многому научились Самое главное И нам предстоит еще понять, что мы делали не так Чтобы в следующий раз уже не допускать никаких ошибок Мне кажется, работа над ошибками Это то, что отличает людей от других живых существ Мы способны мыслить И этой возможностью нужно пользоваться спокойно И этой возможностью нужно пользоваться спокойно Дорогие друзья, сейчас немножко расскажу вам про шлем, в котором мы ездим на спецучасток Шлем карбоновый Видите, здесь есть система подачи воды Это крепление Ханса Ханса это специальное устройство, которое крепится ремнями к креслу Чтобы при сильном ударе, когда, соответственно, шлем тяжелый Не сломать шею, она фиксирует голову вместе со шлемом Вот, то есть она вот так вот открывается, вставляет сюда крепеж И, соответственно, у тебя голова закреплена Как вы видите, раньше мы ездили в открытых шлемах и с очками Здесь шлем закрытый уже, стоит тепло Визор, кстати, очень прикольный Видите, визор прошел шелковый путь, прошел Марокко Прошел весь Канам и, в принципе, это как бы еще живой Из интересного, что еще? Из интересного подача воздуха, да? То есть этот шлем отличает от других тем, что в него подается специальным устройством Свежий воздух и дует прямо его в лицо А это особенно актуально в жаркую погоду Когда ты едешь, все равно воздух берется с улицы И он чуть прохладнее, чем то, что у тебя в шлеме В нем гораздо комфортнее ехать И от этого, конечно, зависит результат, концентрация Вот, очень довольны шлемами Здесь у нас стоит система переговорки Микрофон, наушники Обыкновенный подклад Достаточно удобный шлем Здесь у нас крепление для GoPro, которое, кстати, сказали, что нельзя ставить Потому что запрещено по правилам Дополнять шлем какими-либо аксессуарами Такими, как камер Потому что при ударе они создают концентратор напряжения И смогут сломать шлем Из такого, чтобы еще, скажем так Да, в принципе, все Тут важна, на самом деле, технология Из какого композита он сделан И вот это вот все Из миночей собирается результат Который становится гораздо удобнее, конечно же Друзья, давайте я вам немножко расскажу Про баги Про салон нашей машины Машина эта собрана на базе Maverick X3 XRS 2019 года Она 170 лошадиных сил Стандартная прошивка Она полностью омологирована Имеет спортивный паспорт Почему это сильно изменило ее внешний вид Потому что рама соответствует требованиям безопасности А требования очень жесткие Поэтому, действительно, машина выглядит совсем иначе, чем другие машины Из доработок это абсолютно новая рама усиленная Которая нас не раз спасла на этой гонке Усиленное шасси Переработанные настройки амортизаторов Что еще? Много очень мелких доработок Которые можно рассказывать, рассказывать и рассказывать Но, наверное, всем очень интересны лампочки, которые здесь горят Давайте начнем с панели приборов Это стандартная панель приборов От Maverick Здесь показываются обороты двигателя Температура двигателя Количество топлива Какая скорость выключен Полный или задний привод Пробег Тут скорость Обороты еще раз дублируются И скорость Эта лампочка Она подключена к приборам организаторов И она начинает моргать красными При появлении перед тебя какой-то опасности Потому что чем хороши юники Тем, что они позволяют предупредить тебя о опасности Которая впереди тебя На тот случай, если там что-то с кем-то произошло Здесь указывается курс, по которому ты двигаешься Здесь указывается скорость Текущее ограничение скорости Следующая точка Курс на точку И курс, который был от предыдущей точки На следующую точку, грубо говоря Но я не знаю, честно, как им пользоваться Зачем он нужен Но он есть Потому что по факту Ты же не можешь с одной точки поехать на другую Идеально ровно Потому что там все какие-то будут препятствия Дорога идет всегда кругом Как мы видим Все предохранители Все выведены сюда, на главную панель Если, не дай бог, что-то происходит с электрикой Всегда можно быстро поменять предохранитель У нас в этот раз с этим проблем не было Здесь у нас стоит небольшой компьютер Который показывает все характеристики двигателя Он может считывать, записывать Что происходит с мотором в данный момент Здесь у нас идет выбор движения Выбор режима работы трансмиссии Задний привод, полный привод Блокировка переднего дифференциала И есть возможность выбора скорости срабатывания передней муфты Это реагирует на управляемость Кнопка «Урайт» Если ты едешь задом, чтобы можно было разлить большую скорость Режим «Спортмоут», режим «Эко» Типа для экономии топлива Но мы им не пользуемся Это выбор режима работы электросети руля Тут кнопка «Полный» Ближнего и дальнего света Выключенного света Здесь у нас ограничитель скорости Здесь у нас гудок Здесь у нас компрессор Здесь у нас система работы поддува шлема Регулятор этой системы Аварийка Система пожаротушения Кнопка выключения массы Здесь идет полностью навигационное оборудование И ретрак, который больше нужен для безопасности Это ERTF Который для навигации Это дорожный компьютер Это кнопки срабатывания Как раз-таки включения той опасности Если что-то происходит И ты можешь подать сигнал о обконе Здесь для работы с инометром ERTF Здесь, я не знаю, что это значит Какая-то красная кнопка Здесь система записи камер И записи бортового аудио Что мы разговариваем Здесь у нас две переговорки Одна основная, вторая запасная Это приспособлен для обрезания ремней Если они заклинили Это ERITRAC По нему всегда можно получить какие-то сигналы И информацию от организаторов В случае, если что-то происходит Камера заднего вида GoPro-шки Сумки С частями, с мелкими Шуруповертами, с гайками Вот это как раз-таки Система подачи воздуха в шлема Вот так она выглядит Говоря про сиденья Сиденья для меня самые удобные Оказались они с большим выгибом под поясницу Здесь как раз-таки Вот эти две переговорки Которые есть, вставляются в шлем Здесь поилка Camelback так называемый Из которой можно петь во время движения Да в принципе-то и все Вся машина У многих интересует где-то та красная кнопка Которую ты нажимаешь, чтобы вызвать вертолет В случае экстренной необходимости Вот она И по правилам Если ты ее нажал, то все Все, это сход Да, это сход Это точно не сход Вот зашел к ребятам в гости на Матч ТВ Права трансляции Стоит 150 тысяч евро То есть вы понимаете, какие огромные деньги Зарабатывает Дакар на этом Как сказал Леша Аккредитация только одного журналиста Стоит в среднем 16 тысяч евро Таких журналистов во всем лагере Огромное количество Их не меньше, чем у самих гонщиков То есть вы видите, какие деньги зарабатывают Дакар Леша, оператор Матч ТВ Любезно согласился провести Такую небольшую экскурсию Показать, как выглядит телецентр Где снимается Где монтируется снятый материал Вот, пойдемте посмотрим Смотрим, как это все дело выглядит Миша, Юлия Миша, привет Ого, здорово Вот так вот работает Матч ТВ Готовы Будет еще одна нетленка 5 минут нетленки Серега Корякин, кстати, там главный герой в начале репортажа Да? Да, да Сейчас вызволение Николаева, который сидел сегодня почти час пуска В этом автобусе несколько телекомпаний Каждый из которых монтируют и перегоняются прямо отсюда Через сателлит прямо на свое телевидение И вот это вот французы монтируют Помогают нашим монтировать И вообще всем Все, кто освещает Все бродкастеры, освещающие Дакар Имеющие право его освещать Все отсюда посылают свои сюжеты на свое телевидение Лех, расскажи на камеру, как у вас день проходит, чем вы занимаетесь? Да, ни хера ничего нет, да Да, это мое счет в это Теперь можно и поесть, да Все, поели А ты монтируешь тут, получается, да, снимаешь и монтируешь Да, и снимаем монтиры И пыль ем еще Пыль здесь очень Ты тоже на Pro, да, сидишь? Вот я с полоской, у меня тоже бомбочка, я тоже все снимаю. Единственное, что у меня тут 26 гигабайт. Часто сюжеты готовить? У тебя же каждый день выпуска, да вроде? Каждый день готовим. По три минуты? От четырех до шести каждый день. Круто, круто. Каждый день тоже, каждый. Да, ребят, как и обещал, расскажу про свои трудовые будни, как я снимаю, на что я снимаю, где я монтирую и как я выхожу в эфир. Вот эта техничка, которую вам показал Палыч. И я, по возможности, использую эту комнату для того, чтобы монтировать видео. У меня трудовые будни начинаются очень просто. Я стою вместе с ребятами, снимая, как они выезжают с лагеря, какие-то комментарии по поводу предстоящего спецучастка, которые они могут оставить и часто оставляют. Сергей, как вы видите, очень хорошо говорит на камеру. У него очень хорошо поставлена речь. То есть, дальше снимаю какие-то моменты, связанные с какой-то лагерной жизнью. Перед тем, как мы собираемся выезжать. У нас там буквально часик еще есть. То есть, я похожу, поснимаю там. И все дальше. Если нам предстоит переезд, то весь день мы едем. То есть, я снимаю походу. И когда уже приезжаем в лагерь, ставим лагерь, весь материал, который я за ней отснял, я сажусь монтировать, чтобы успеть выложить вам это все дело в эфир. Стараюсь успевать до 12 часов, но не часто это получается, в зависимости от количества материала, который я отснял. Да, что касается программ, которые я использую, я монтирую в Final Cut. Мне очень нравится вообще все, что касается монтажа, все, что касается съемок. Я Apple продукции доверяю. Вообще, очень надежный компьютер. И, естественно, Final Cut. Потом, что еще, Photoshop. Ну, в общем, какие-то примочки сильно замороченные я не использую. Основной контент я снимаю. Вы можете удивить, если снимаю вообще на iPhone 10, 10R. То есть вполне неплохая картинка. Это раз. Во-вторых, не нужно включать постоянно, выключать камеру. То есть, основной вот этот контент, вот эта жизнь лагерная, я снимаю на iPhone. То есть, iPhone очень надежный и очень хорошая у него камера. Как фронтальная, так и основная, задняя камера. Вот. И картинка получается хорошая. И все вот эти вот настройки яркости, они все автоматически тут встроены. То есть, в этом плане все нормально. Пишут он тоже в хорошем формате HD. Можно 4К сделать. Я пишу на HD. А что-то я снимаю на зеркалку Sony Alpha 6300. Да, что касается аудиоаппаратуры, использую микрофоны Sennheiser. Ну, беспроводные. Это, чтобы записать вот это интервью, которое вы видели, я снимаю на зеркалку. Какие-то моменты гонки, там тоже по возможности на зеркалку снимаем. Да и, собственно говоря, все. Для стабилизатора использую Osmo 2. Очень надежный и недорогой стабилизатор. Классно работает. В быстром. Что-то мы снимаем на GoPro. Он-борды мы снимаем на GoPro. Еще какие-то там таймлапсы мы снимаем на GoPro. Вот. Так что да, так вот. Что касается аппаратуры, очень много всего. То есть, я тут что-то заряжаю. То есть, какие-то там ребята приезжают на он-борды. Снимаю, заряжаю. Так вот, практически все время что-то делаю. Как удовольствия есть от того, чтобы удалось финишировать по этой концерте? Есть определенное удовлетворение от проделанной работы. Честно могу сказать, нам этот финиш сдался очень тяжело. Мы многое сделали, чтобы оказаться на финишной черте. Многое прошло не так, как мы думали. Но для нас это станет уроком. Мы будем лучше готовиться, лучше понимать, что сделать, как сделать. Ведь каждый Дакар, нужно из него вынести правильные выводы и двигаться дальше. Почему тебя научил этот Дакар? Он научил быть более осторожным, научил лучше готовиться, где-то выбирать лучших людей. Вот. Не все было гладко, но в таких тяжелых ситуациях. И знаете, появляется истинное лицо. И знаете, я честно очень хочу сказать, что я горжусь своей командой, что даже когда вот такие сложные моменты, никто не бежит с тонущего корабля, все пытаются помочь, все пытаются спасти ситуацию и бьются до конца. Я за это очень сильно горжусь. Вот. Весь наш основной состав команды, они большие молодцы. Низкий им поклон за то, что они для нас сделали. Потому что без них не было бы, в принципе, у нас не было бы результата. Конечно же, нужно сказать спасибо спонсорам, нашему главному спонсору компании «Форест». Потому что тогда, когда я выиграл Дакар, именно благодаря им я оказался на этой гонке. И сейчас тоже это их заслуга, что дают нам такую возможность показать нашу страну на таком большом мероприятии. И, конечно же, хотел бы сказать спасибо моей семье за их поддержку, за понимание. Ведь быть, наверное, женой гонщик – это непростая задача. И всегда находить себе силы поддерживать и любить – это очень сложно. И нервы, наверное, большие для супруги. Вот скажи, сейчас нужно восстановление, нужен отдых. Как Сергей Корекин будет отдыхать от этого Дакара? Дома с семьей или, может быть, я не знаю, нужно выезд на море? Нет, дома с семьей. Мне хватило песка, мне хватило жары. Я очень скучаю по дому, по родному Екатеринбургу, по России в целом, по нашему духу. Знаете, я очень много где был в своей жизни, во многих странах. И еще ни в одной стране мне не хотелось остаться. Неделя максимум две, и мне хочется домой, потому что есть дом, он настолько близок и, наверное, теплый к душе, что его никогда не заметили. Наконец, последний вопрос. Скажи, пожалуйста, уже появилось вот это чувство непреодолимое желание сюда вернуться, несмотря ни на что, ни на какие сложности, или пока еще хочется только подальше от всего этого улететь? Пока, если честно, хочется подальше улететь, потому что, честно, я вымотан абсолютно полностью морально, не сколько физически, а морально. потому что, ну, для меня, честно могу сказать, был большой удар, этот переворот, дальнейшие поломки. Я, честно, надеялся еще хотя бы войти в топ-5 после даже этого переворота, но когда было понятно, что поломка будет следовать за другой поломкой, я понимал, что, к сожалению, подняться не получится. Спасибо большое. Поздравляю с окончанием. Добрый день. Добрый день. А мы подсеем как-то это делать? От себя добавь что-нибудь. А я добавлю, что я очень рад, что Серега все-таки доехал, и понятно, что он ставил цель несколько иной, понятно, что цель была хотя бы попасть на подиум, а в идеале выиграть. Мне кажется, что когда ты что-то начинаешь, обязательно это нужно закончить. И вот когда есть полный законченный цикл, есть старт, есть финиш после последнего этапа, даже если ты не достиг каких-то локальных поставленных здесь целей, это все равно очень важный плюс, что ты сделал этот шаг и прошел этот путь от начала до конца. Поэтому я рад за Серегу, что он вот так вот сейчас со спокойной душой здесь бреется. Понятно, что есть разочарование, но мне кажется, финиш это самое главное. В кабине моего КамАЗа Андрея Каргинова, который, к сожалению, сошел на седьмом, по-моему, спецучастке, наехал на человека. С КамАЗом все хорошо, ровно как и с человеком, там у него вроде что-то стазобедренный сквозь. Жить будет, ходить будет, все нормально. Андрей очень сильно переживал по этому поводу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Счастливая команда, которая постоянно присутствует в Дакаре, и Степан Петерсель, все это было. Было очень приятно быть частью всего этого события. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья приехали, Сергей, со всего мира. Дорогие друзья, Сергей, добавьте что-нибудь, скажите какие-то слова на путствие. Это вы очень хорошие друзья. И я, Лёша. Хорошая, мы с вами начинали на квадроциклах кататься вместе. Там мы познакомились. Но, что могу сказать, всегда будем Серёжу поддерживать. И не важно какое место, мы, конечно, желаем всегда победы. Родка сестра Франца. Несмотря на всё, несмотря на то, что здесь капец какая жара. Серёба у нас лучший. Мы всегда будем в него верить, мы всегда за него. И Серёга самый лучший. И он молодец. И его команда просто крутая. Даша, ты что добавишь? Нет. Ну, новых побед. Я думаю, что всё, что делается, всё к лучшему. Набирается опыта. А что сказать? Ну что, как тебе? Флаг России был. Мы его не успели увидеть. Команда КамАЗ-Мастер подняли на тумбочку флаг России. Мы сделали всё для того, чтобы зайти на пьедестал. Но, к сожалению, у нас этого не получилось. Есть смысл жить дальше, расти дальше. В следующий год всё покажем. Скажи пару слов хотя бы. Как тебе Дакар понравился это? Ну всё супер. Надеюсь, следующий будет победным. Будем надеяться. Малыч. Давай, последнее слово. И опять сигарету. Я не вижу её всё равно. Вырежу, блин. Сейчас можно, блин. Сейчас можно, блин. Сейчас можно, блин. Давай добрались. Все на месте. Все живы. Все собрались. Техника, конечно, пострадала. Нормально. Ну, такой есть результат, такой есть результат. То есть, мы на месте. Все живы, здоровы. Всем привет. Все отлично. Какие мысли? Мысли по вручению Бедуина? Ну, конечно, есть грусть на душе. Очень хотелось, чтобы он был свой, но свой заслуженный. Не вырванный, не обманом, ничего. Потому что удовольствие от такого кубка я не получу. Я уверен, что в один прекрасный день мы выиграем Дакара. Не только в классе Багина, но и в классовой машине. Я это сказал, значит, я это сделаю. Я очень ценю вашу поддержку. И благодаря именно ей я стремлюсь к победам. И будет ещё много. До встречи. Привет всем, ребята, веща из Майами. Быстро пролетели эти две недели. Нам, если честно, прям не хватило, несмотря на всю эту усталость, хотелось бы там больше побыть. Да, что касается победителя конкурса, в котором мы разыграли футболку, а вопрос про покрышки, победителем стал Ренат Курматуллин, надеюсь, правильно называю фамилию, именно он дал правильный ответ, первый дал правильный ответ. Команда привезла 40 покрышек, поэтому Ренат поздравляем, вот эту футболку, которую мы обещали, мы ее уже отправим, когда ребята приедут в Екатеринбург. Ну и последний вопрос, вопрос будет непосредственно от Сереги, ждите его, и вот кто правильно ответит на этот вопрос. Вот получше футболку с фирменной футболкой команды Сергея Калякина, главного спонсора Форес, с автографами Сергея и членов команды. Внимание, вопрос, какой объем воды мы должны везти на борту багги, на случай аварийной ситуации, помимо той воды, которая залита в камелбэках у нас для питья во время движения. Да, что касается меня, я живу в Майами, как я беру Сереги видел, смотрел, я прилетел именно отсюда, в Лиму, с кучей груза Сергея и Сереги. Формат канала это, по сути дела, путешествие, путешествие за границей, жизнь за границей, то есть в следующем выпуске я планирую делать это в таком формате, разговаривать с людьми, кто живет за границей, показывать вам какие-то интересные места, в частности, там, Майами, США, другие страны, общаться с местными жителями, делать это все качественно, стараться делать годный контент, за его качеством, как вы видите, я слежу, то есть не просто тут потом ставлю камеру и снимаю все что подряд, все подряд, и стараюсь как-то монтировать, как-то информативно делать выпуске, то есть это такой вот тревел-блог с таким документальным уклоном, можно так выразиться. И всех еще раз хочу поблагодарить за то, что вы были на протяжении двух недель с нами, поддерживали нас, всю эту поддержку мы чувствовали, ребята читали комментарии, все это было очень и очень здорово, потому что и правда мы были как не 11 человек, а вот нас там, как я уже сказал, намного больше было с вашей поддержкой, с вашими переживаниями, ведь очень важно, когда ты что-то делаешь, что кому-то это еще надо, не только тебе. Цель победить в классе квадроциклов достигнута, цель победить в классе багги еще не достигнута, цель победить в классе машин еще не достигнута, ну и помимо этого есть огромное количество других целей, я все еще очень хочу сделать детскую мотошколу, чтобы иметь возможность воспитывать детей, чтобы они могли выигрывать Дакар и наверное в этот момент мне будет гораздо приятнее, когда выиграет мой ученик, чем когда выигрывает.